Мужчина шел домой с работы. По дороге он проходил частных дом, на заборе которого увидел объявление. Хозяева дома раздавали щенков в хорошие руки. Мужчина не смог пройти мимо и через несколько минут он уже разговаривал с хозяевами щенков, а они сами бежали ему навстречу. Молодого человека поразили огромные желтые глаза одного из малышей. Через несколько минут общения с животным мужчина понял, что он не сможет просто уйти, поэтому домой в тот день он пришел с неоновым питомцем. За необычный цвет глаз мужчина назвал питомца неон. Неон быстро рос, а его хозяин начал замечать, что временами пес ведет себя необычно. Пес постоянно пытался сбежать, делая для этого подкоп под забор дома. Из людей неон признавал лишь хозяина, к остальным людям относился с прохладой. Даже чтобы просто погулять с неоном, мужчине приходилось выбирать удаленные места и тихие лесные тропинки, где они бы не встретили других людей и животных. Необычным было и то, что пес не любил собачий корм и угощения из-за магазина. Никакие деликатесы для животных не вызывали у волка интереса, он ел исключительно мясо, иногда соглашаясь на то, чтобы в его миску добавили немного овощей. Заметил хозяин и привычку своего пса высматривать других животных, глядя через забор на игровую площадку. Мужчина не мог понять, чем вызвано странное поведение его пса, но оно начинало тяготить его, поэтому он отправился к специалистам, чтобы узнать, что делать с собакой. Ветеринар сразу понял, что неон не просто собака, точнее, вовсе и не собака. Как оказалось, у мужчины были такие подозрения, но он до последнего не хотел им верить. Ветеринар сказал, что неон помесь волка с собакой, при этом гены волка у него доминируют. У повзрослевшего пса обнаружились все признаки волка, желтые глаза, грубая шерсть, а его необычное поведение лишь подтвердило первоначальную догадку. Мужчина привык к неону и любил его, но понимал, что держать хищника в городском доме очень опасно. Он отдал своего питомца в специальный центр, где заботились о помеси волков и собак. Несмотря на привязанность к человеку, неон недолго расстраивался из-за разлуки с хозяином. Несколько дней волку хватило, чтобы найти себе стаю и возлюбленную, ей стала майя, в жилах которой также течет кровь как волков, так и собак. По словам мученных, помеси собаки и волка часто встречаются в дикой природе. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, до новых встреч!